почему мужчина не ценит, а он еще в ответ придирается, а в ответ ему еще много не нравится вот сколько бы я не старалась, ему все не так, все не то она дает себя, дает свое время, дает свои старания, она забивает на свои желания она делает все очень, и она действительно очень много делает ну для чего? но этот пробел из прошлого не заполняется прочтенной книжкой этот пробел из прошлого не заполняется мужем этот пробел из прошлого не заполняется алкоголем Мужчина неблагодарный, сволочек. Я несчастлива, потому что он меня не ценит. Вот если бы он не ценил, я была бы счастлива. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов. Я психолог, эксперт в отношениях, основатель образовательной компании и фаза роста. И наверняка вы слышали такую фразу. Я ему все, а он мне. Я ему для него и то делаю, и то, и то делаю, а он не ценит, а он неблагодарный. А он еще в ответ придирается, а в ответ ему еще многое не нравится. Вот сколько бы я ни старалась, ему все не так, все не то, и поэтому я несчастлива. И как сделать так, чтобы мужчина начал ценить? И вообще, что и как, почему происходит? Как понять этого мужчину? Как понять их мужчин? И в итоге девушка делает вывод или женщина, что мужчины неблагодарные сволочи, которые... Ты как для них не старайся, а в ответ хорошее не получишь. Кстати, более подробно мы это разбираем на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция». Там будет тебе еще более понятно, как прошлое влияет на твое настоящее будущее. Как это прошлое важно, нужно и важно, и вообще необходимо трансформировать. Если ты хочешь жить классную жизнь. Как создавать по-настоящему счастливые отношения? Как сделать так, чтобы счастье не зависело от кого-то? Как сделать так, чтобы твоя жизнь, собственная, не зависела от президента, курса доллара или мужчины? И для этого не нужно становиться самостоятельным немецким офицером, который пробивает стены лбом. Для этого важно лишь трансформировать то, что ты недополучила в прошлом. Разобраться в собственной психологии, разобраться в психологии мужчин и так далее. Прямо сейчас под видео кликай по ссылке и успей записаться бесплатно. Если копнуть в самую глубину, то мы увидим, что эта женщина живет не для себя. Своими стараниями, своей самопожертвенностью. Она жертвует собой, жертвует своим временем. Она дает себя, дает свое время, дает свои старания. Она забивает на свои желания. Она делает все очень... И она действительно очень много делает. Ну для чего? Для того, чтобы ее любили. Для того, чтобы получить в ответ любовь. Для того, чтобы заслужить любовь. И понятно, что в начале мужчина, когда был этап влюбленности конфетно-букетного периода, все было само собой, все было прекрасно. Она старается, он старается. Все замечательно. Все как-то происходило прекрасно и все было чудесно. Но со временем все пришло к этой фразе. Что я ему все, а мне ничего. Итак, это та женщина, которая жертвует собой ради кого-то. При этом второе. Она, понимаете, не спросила даже у мужчины. Вот это все то, что я хочу тебе впихнуть, все, что я тебе хочу отдать. А оно тебе вообще нужно? Дорогой Саша, дорогой мой муж, а скажи вообще, что тебе нужно, а что тебе не нужно в отношениях? Что тебе нужно от меня как женщины, а что тебе не нужно? А что бы ты хотел от меня как женщины, а что бы ты не хотел? А любовь, это для тебя как? Вот я хочу проявлять любовь по отношению к тебе как мужчине. А это для тебя как? Вот мне кажется, что ты бы хотел вот это, вот это, вот это. Вот этот список из 50 пунктов. А можешь подчеркнуть или выделить, что здесь то, что здесь не то? Убрать здесь лишнее или подчеркнуть, что тебе нужно? И вы увидите, что в большинстве случаев девушки пытаются впихнуть в мужчину то, что ему не нужно. Это, знаете, напоминает заботливую маму, которая настырно воспитывает своего сыночка. Она ему и то, и сё, и то, и пятое, и десятое. А лучше спросить у сына, дорогой сын, а что тебе вообще нужно? А тебе вообще это нужно? Тебе вообще это не нужно? А что ты вообще сам-то хочешь? Поделись с мамой. И есть мамы такие, которые ведут себя не только с сыном, а и с дочерьми себя так ведут. Я думаю, у некоторых из вас даже есть такие мамы, которые гиперзаботливые. Она и ту. И если спросить у неё, мам, ты что, мне желаешь зла? Мам, почему ты вот это всё мне делаешь? Она скажет, ну я же тебя люблю, я же по-хорошему, я же стараюсь для тебя. Но если бы она у тебя спросила, доченька, а что тебе нужно, не нужно? Ты бы ей, ну по-любому, там минимум половину из этого списка вычеркнула. Поэтому это второе. Всё, что мы даем, зачастую самим нам кажется, что нужно партнёру, это вообще не факт, что ему на самом деле нужно. И лучше хотя бы иногда, периодически сверяться с партнёром, а точно ли всё это ему нужно. Следующий момент. Зачастую такие люди, которые заслуживают чью-то любовь, те девушки и женщины, которые так проявляются, те, которые росли без отца. Отец рано ушёл из семьи, либо что-то с ним случилось рано, либо он бросил семью, либо какой-то там несчастный случай произошёл. И у этих девушек и женщин страх. Страх остаться одной. Они недополучили такой некой теплоты, некой любви. Они уже взрослые, но внутри есть недостаток, внутри есть пробел, чего-то недополученного в прошлом. И по сути, все их старания направлены на то, чтобы я тебе сейчас вот это всё сделаю для тебя, мой партнёр, а ты, пожалуйста, партнёр, заполняй мой пробел, заполняй мой пробел, который есть внутри. Я сейчас не говорю, что это плохо или хорошо, это важно осознавать. И также важно понимать, что мужчина – это не ваш психолог, и не вы психолог для мужчины. Мужчина – это не ваш тренер, мужчина – это не ваш отец. Мужчина – это не инструмент по долюбливанию тебя, понимаешь? И ты тоже не мама ему, ты не ему не спасательница, ты ему не психолог, ты ему не бизнес-тренер, ты женщина. Важно понимать, что да, пока он был влюблён, он, как бы казалось, заполнял эту пустоту. Но потом конфетно-букетный период прошёл, и уже он не может заполнять эту пустоту бесконечно. И поэтому здесь есть такие варианты. Мне кажется, более грамотная стратегия – это когда ты поймёшь, что за то состояние внутри, то есть за то, счастлив я или нет, ответственен не мой партнёр, не президент и не курс доллара. За то, счастлив я или нет, ответственен я сам. Тебе нужно первое принять это решение, потому что большинство девушек в этой ситуации, они говорят, что я несчастлива, потому что он меня не ценит. Вот если бы он не ценил, я была бы счастлива. Но на самом деле ты же и сама себя не ценишь, правда же? Ведь если бы ты сама ценила себя, разве ты бы жертвовала собой? Разве бы ты отдавала всю себя ради кого-то, ради чего-то? Нет. Потому что если ты хочешь, чтобы тебя ценили, нужно ценить себя. Что такое ценить себя? Это заполнить вот тот пробел из прошлого. Но этот пробел из прошлого не заполняется прочтенной книжкой. Этот пробел из прошлого не заполняется мужем. Этот пробел из прошлого не заполняется алкоголем. Этот пробел из прошлого не заполняется карьерой или бизнесом. Если говорить дальше, вы можете быть бесконечно правы в том, что мужчина не ценит. Вы можете быть бесконечно правы в том, чтобы указывать на недостатки мужчины, где он там косячит в отношениях. Вопрос в том, что чем больше ты борешься, чем больше ты сражаешься, чем больше ты хочешь доказать чью-то неправоту, тем это тебя больше отдаляет от твоей цели. Тем тебя это больше отдаляет от раскрытия собственного мощнейшего потенциала. Тем больше тебя это отдаляет от действительно достойной жизни, для которой ты родилась и пришла в этот мир, жить достойную жизнь. Но для этого нужно поработать над собой. Не над мужчиной, не над отношениями, а в первую очередь над собой, как над женщиной. И еще раз, если тебя кто-то не ценит, я могу 100% сказать, что ты не ценишь себя. Ты можешь изображать, что ты себя ценишь. Ты можешь изображать самодостаточность, ты можешь изображать уверенность. И даже ты можешь настолько искусно изображать, что поверит даже хороший актер. Но есть человек, которого невозможно обмануть, это саму себя. Так вот сама себя скажи, я изображаю или не изображаю. И если ты та женщина, которая себя ценит, а мужчина долгосрочно тебя не ценит, тогда ты не будешь продолжать отношения с этим мужчиной, если ты действительно себя ценишь. Если ты понимаешь, что я себя ценю, я реально здоровый, я реально, со мной все ок. А с мужчиной не ок. Вот смотри, ты классная, а он нет. Ну что ты с ним тогда делаешь? Ну если это действительно так. Либо убедись, может быть, тебе кажется, что ты прокачена. Может быть, есть смысл еще поработать над собой, раскрыть действительно свой потенциал. Что я и советую делать. Бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Его уже прошли сотни тысяч девушек и женщин. Это самый масштабный бесплатный онлайн-курс на русскоязычном пространстве. Прямо сейчас кликай по ссылке под видео и успей записаться бесплатно. Как перезагружать непонятные отношения. Как привлекать достойных мужчин в свою жизнь. Как создавать счастливые отношения по-настоящему счастливые. Под видео кликай по ссылке и записывайся бесплатно. Если это видео было для тебя полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал. И до встречи в следующих видео. Пока.